всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня без долгих разговоров я снова к вам с распаковкой на сей раз и зары я хочу сказать что распродажа в зале почти закончилась у нас во всяком случае в канаде ну все уже распродано все в хорошие фактически уже распродано и поэтому я решила вот записать это видео потому что я думаю что я уже закончилась с покупками заре на распродаже я вообще хочу сказать что я несмотря на то что все время показываю что то что я купила но если вы обратите внимание я обычно это происходит два раза в год я покупаю вещи на распродажах и потом вот летние зимние а между ними я практически ничего не покупаю ну какие-то мелочевку может быть секунде какие-то какая-то бижутерия какие-то украшения ну вот по чуть-чуть совсем по мелочам а такие большие как бы вот закупки у меня происходит два раза в год на летние на зимние распродажи это обычно масс-маркет обычно это zara massimo duty немножко вкус и чем я очень давно очень покупала но во всяком случае вот как по факту я производит впечатление что я очень много покупаю на самом деле это не совсем так я покупаю очень выгодные покупки на очень больших распродажах за очень маленькие деньги я не оправдываюсь я как бы вот рассказываю мою концепцию покупок я ни в коем случае не минималист и даже не пытаюсь выглядеть и вообще даже не пытаюсь вообще никакие вот эти вот делать там год без покупок и все такое я знаю что я не выдержу это очень популярно сейчас на ютюбе я просто объясняю вот мою так сказать мой подход к шоппингу и к тому что я как бы позволяю себе все давайте перейдем я купила много я купила очень на мой взгляд хорошие вещи опять же на мой взгляд потому что я вам сейчас скажу заре есть такие люксовые линейки которые довольно дорого стоят когда они выходят на распродажу они тоже долго довольно дорого стоит но если вам повезет и вы поймаете эти вещи под конец распродажи когда они очень уже дешевые то вам повезет сейчас я вам буду показывать что я купила очень красивые вещи и одно очень большое разочарование просто вот даже не зачарование просто вообще какая-то криминальная история практически все давайте смотреть первая вещь который я купила хочу вам показать это пиджак его купили очень многие блогеры я купила вы не потому что вы купили блоги потому что он мне очень нравится и у него прекрасный состав он стоил довольно дорого ну сейчас давайте покажу в лицо я конечно все это примере и вам покажу обязательно примере и все вам покажу коротенький пиджачок с золотыми пуговицами вот с таким вот кармашком и на воротнике черное такое обрамление он красного цвета у него очень интересно есть встроенный манжет уже как бы белый как будто бы белой рубашки которая торчит из рукава пиджака он по моему отстегивается этот манжет да его можно отстегнуть если вы если он вам надоест его его перепачкать хотите постирать потому что такой пиджак конечно скорее всего надо давать химчистку а а вот это вот как бы не ну зачем то есть белое пачкается быстрее удобно хорошо придумали молодцы что в нем ценно в этом пиджаке во первых его конечно же красота не земная а во вторых и очень хороший состав он сделан из вот эта сама ткань пиджака сделаны стопроцентного хлопка представляете то есть вот когда говорят заре что в заре все синтетика синтетика ну в общем есть конечно много синтетики и барахла всякого но есть очень хорошие вещи значит стопроцентный катон и подкладка стопроцентная вискоза то есть состав такой знаете типа массе на дути коз то есть в принципе как бы окрасть красота прям такая вот красота да теперь значит он стоил 140 долларов до сих пор на нем есть вот этого цена оригинальная 139 долларов он стоил я купила за 29 долларов чему я очень рада и счастлива конечно все это вам примерю покажу продолжаем с верхами стопами с верхней так сказать как рассказать на топ по-английски это верхняя одежда для верха вашего тела по-русски это верха ну я не знаю кофточки пиджачки и кофточки значит вот эта штука эта рубашка она сделана стопроцентного льна очень красивый зеленый цвет конечно она мятая как и должен быть лен я вообще очень довольна ей потому что мне кажется что вот такой красивый цвет плюс натуральный лен с какими-то белыми брючками летом это будет потрясающе красиво удобно легко и очень очень будет у меня в ходу я думаю стоила она 49 49 вот здесь еще и старая цена я купила ее по моему сад 15 или 13 долларов но не суть в общем дешево очень это размер экстрасмол эти рубашки у них очень большие посмотрите это экстрасмол то есть меня на хороша смол тоже наверно был бы нормально медиум я примеряла она очень не было большая прямо очень широкая хотя она должна быть к немножко оверсайз свободнее как вы знаете все должно быть в меру и вот такая вот рубашка опять же повторюсь белыми брюками она очень на лето по моему прекрасная вещь следующая вещь это тоже свитер обалденной красоты неземной состав у него так себе не очень но очень он красив вот своим рисунком и вот какими-то своими деталями видите здесь вот это вот все объемные какие-то накладные шишечки типа помпончик но очень красивый свитер мы просто очень красивый я не смогла удержаться не смогла устоять ну потому что он прям знаете вот как дизайнерская вещь у него широкий рукав он не очень длинный вот такой вот он длины это размер смол лучше бы конечно он был медиум потому что ну на мне вот тут вот в этой вот части здесь там большой ведь и широкий а вот тут внизу как вывод смогли меня чуть 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 ну ничего нормально в принципе нормально стоил он 120 долларов и я его купила тоже за 16 или 13 нет мне кажется что я купила за 19 потому что вот эти вот дорогие свитера не хвали сильно цены они по моему остались по 20 долларов а цвета подешевле у них сейчас 12 или 16 долларов в зависимости там от первоначальной цены от состава я сейчас посмотрю состав я помню что он был не очень какой-то особенно хороший но но давайте все мы проверим значит у него так 8 процентов шерсти а все остальное акрил нейлон тра-та-та-та-та-та и все такое но 8 процентов шерсти все-таки в нем есть но конечно купил я его за красоту невероятно я вам хочу сказать что когда заказываешь у нас вещи онлайн очень часто они приходят без без этикетки с целью то есть без красной вот этой вот наклеенной этикетки потому что не знаю почему но почему то вот они вот где-то на складах они хранятся и они видимо не не клеят на них распродажные этикетки то что в магазине туда по почте присылают обычные обычно это цена как бы та которая была оригинальная поэтому вот очень легко знать сколько он стоил но иногда приходится этикеткой то зависимости видимо от того кто там кто сдал как сдал в общем-то это неважно на самом деле цену я знаю потому что я заказывала онлайн у меня все это есть в моем аппе у меня в принципе за аппликейшен на телефоне и я как бы там все есть переходим с вами к платьям конечно же я не могла не купить платья опять же я купила два платья которые то есть я купила больше но вы знаете я вам показывала сначала у меня всегда так знаете я сначала когда начинают распродажи я хватаю все подряд в принципе я довольна этими вещами я не буду их сдавать потому что ну мне они нравятся красивые там были два платья да там было пара свитеров тоже очень красивых но вот эти то что я сейчас купила эти вещи намного лучше всегда так получается что под конец распродажи вещи остаются уже так сказать я умудряюсь поймать самые дорогие самые хорошие самые качественные вещи и как бы то что я покупала вначале она как бы выглядит за те деньги ну как бы так потому что за эти же деньги я покупаю вещи намного лучше под конец распродажи но тем не менее их оставляю потому что они мне нравятся я покупаю их то что я покупала она мне нравится эти вещи значит это два платья это collection у них очень из знаете премиум collection которая у них обычно очень дорогая вот 180 стоило одно платье и наверное 180 а и стоило 199 второе значит одно платье ой вы уже наверное видите я мелька и это платье не на каждый день это платье на выход но они такой красоты что как бы я не удержалась выходить нам особенно сейчас некуда но я надеюсь что скоро нам будет куда выходить и мы снова снова станем выходить и мы снова и мы снова вернемся к нашей прежней жизни то этому много признаков в европе очень многие уже страны как бы вернулись к до 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 этих двухлетней давности событий и живут как ни в чем не бывало я очень надеюсь что это скоро произойдет в канаде в канаде некоторые провинции тоже уже как бы отменили все все паспорта всякие там все ограничения и так далее у нас в онтарио пока еще нет очень надеюсь что это скоро произойдет но вернемся к одежде значит очень интересное платье вот такой вот она опять же на на теле так сказать на человеке она выглядит намного лучше выглядит странно но на вешалке но вот такой вот она довольно длинная но некоторых местах на рукавах а на рукавах она прозрачная здесь у него есть подкладка поэтому она не просвечивается конечно у него есть карманчики такие интересные был пока очень симпатичные такие вот 10 пуговички такие детали приятные в общем кого короче кого классное платье я купила его за 30 долларов размер large стоила на 180 как я уже говорила видите опять же вот этикетка без красной наклейки состав его знаете я не могу сказать честно говоря я не очень помню мне кажется что ничего такого очень сильно натурального в нем нету но видимо все-таки есть за такие деньги я надеюсь так давайте поищем состав у него очень хороший состав у меня даже сказал прекрасный я просто забыла 70 процентов вискоза и 30 процентов шелк это сама вот эта вот ткань бордовая вот это вот верхушечка а подкладка сделаны из стопроцентной вискоза то есть она не недаром было такое дорогое недаром было дорогое масло масляное интересное сочетание и конечно же она не обыкновенной красоты вот это вот ткань второе платье я купила тоже очень интересное она ведь как сделано оба размер large это размер гладь и это прямое длинное платье здесь очень интересные тоже детали давайте я беру этикетку чтобы нам лучше их разглядеть спереди вот такая вот как бы что-то сверху такой пришита присборенная на рукавах плечах вот такие вот рукава вот так вот интересно видите сделаны что она когда вот надеваешь его она так вот падает супер интересное платье черного цвета базового что в нем еще очень красиво это вышивка сделанная из золотых ниток посмотрите на нем сделано вот вышивкой из вот таких вот больших цветов золотыми нитками одна сверху и 1 вот здесь вот снизу и на спине тоже есть вот такой вот цветок вышиты вышиты нитками значит стоило она 200 долларов я тоже вы купила за 29 давайте посмотрим его состав честно говоря не помню мне даже интересно опять же купила не за состав а за красоту неземную но приятный состав конечно добавит удовольствие в луновке потому что всегда приятно купить очень красивую очень хорошего состава вещь за очень хорошие деньги да значит в нем состав немножко похоже 80 процентов ацетат и 20 процентов полиэстер при этом она стоила дороже чем предыдущее платье то что стоило 180 это стоило 200 но видимые за вышивки потому что мне кажется что в нем ручная вышивка или что-то такое где-то я читала в описании на веб-сайте ну в общем и вообще в нем очень интересный дизайн прям такой дизайнерский дизайн если можно так сказать а а Две пары обуви, пальто и жуткое разочарование, про которое я вам расскажу, наверное, в конце. А может быть, где-то в середине, чтобы нам не портить конец, не делать грустным этого видео. Обалденно красивые туфли. Они тоже из дизайнерской коллекции. Вот из этой вот special, special, что-то special. Из этого limited edition и все вот это вот. Лаковые туфли, черные с бортовым. Хороший удобный каблук. Они страшно удобные. Все, конечно, кожаные. Внутри, снаружи, все это кожа, кожа, кожа. Здесь очень интересная застежка. Спереди вот такая вот пряжечка. Покажу по мере, продемонстрирую. Очень ими довольна. Они стоили 219 долларов. Я купила их за, по-моему, 40 или 30. Тоже не суть важна, дешево. Это 36 размер. Вообще-то туфли мне на 35, но благодаря тому, что у них вот закрыта пятка и закрыт нос, то не очень видно. Они немножко большеваты, но это не очень видно. Плюс за счет вот этой застежки они держатся хорошо на ноге. То есть все замечательно и прекрасно. Показываю. Видите, черный с бортовым. Интересный каблук такой формы. Вообще интересной формы туфли. Еще я купила сапоги. Абсолютно невероятной красоты и качества сапоги. Тоже они стоили дофига. Я купила их за 40 долларов. Вот это я точно помню. А, ну не дофига. А, знаете что? Написано 119 евро, но на наши деньги они стоили долларов 180, по-моему, или что-то такое. Даже, может быть, больше, мне кажется. Сейчас я переведу. Они у нас стоили 240 долларов. То есть вот это 120 евро. Вы понимаете, какая у нас разница в цене с евро. Очень удобные сапоги. У них страшно удобный каблук. Вообще в Заре есть очень удобная обувь на каблуке, которые, особенно сапоги, которые я ношу очень много лет. Они не портятся, с ними ничего не происходит. Чистая кожа. Внутри, снаружи тоже везде все кожаные. Очень удобные. Классные. Не узкие, не широкие. Очень красивые. Шикарно выглядят на ноге. Просто прелесть. Сейчас я вам расскажу про свое разочарование, а потом про пальто, и мы будем заканчивать. Наверное, вы очень устали. Девочки, свитер. Я заказала кашемировый свитер. Мне очень повезло. Один раз, в один прекрасный день на веб-сайте, появился кашемировый свитер, который стоил 299 долларов. И он уже был на сейле, и стоил он 29 долларов вместо 300. То есть 30 долларов вместо 300. Вы понимаете, это страшная удача. Я страшно воодушевилась. Естественно, схватила его. Естественно, заказала. На веб-сайте он выглядел вот таким вот образом. Может быть, я даже приколю картинку. Когда я его получила, я увидела, во-первых, что он другого цвета. Ну, как бы здесь такой коричневый, а здесь такой салатово-зеленый. Правда? Но похож, правда же? Согласитесь, что похож. Видите, здесь такой, как бы он сделан такими сотами. И этот такой похожий. Ну, я как-то так, знаете, немножко это, ну, подумала, ну, ладно, ну, бывает. Ну, может быть, цвет на фотографии не очень соответствует. Хотя странно, цвет там, это как в магазине. Это же не то, что там на ebay вы покупаете, и кто-то там телефоном сфотом. Ну, это профессиональная съемка. Ну, значит, смотрю, написано. Кашемир, не крашеный. Все нормально. Размер, смол, который я заказала. Цена 299. И когда я рассматривала эту этикетку, значит, я вдруг обнаружила, что здесь-то написано medium. Видите? У меня зародились подозрения. И полезла я проверять его состав. И обнаруживаю, что здесь написано. Так. 66 полиэстер, 18 акрил, 9 шерсть, 5 альпака, 2 еще эластан, еще чего-то, еще чего-то. Я думаю, ну, нифига себе, это Зара меня вот так вот обманула, прислала мне вместо моего кашемирового свитера. Они прислали мне какой-то левый свитер. Не мой размер, не мой цвет, вообще не тот, не тот состав. Вот. И, значит, думаю, как это получилось, как же это получилось? Стала я рассматривать. И обнаружила, что вот эта вот этикетка, на которой, собственно говоря, есть бар, чтобы вы покупаете вещь, то продавец сканирует вот этот вот бар-код. И, собственно говоря, он и показывает, что это за вещь. И, кроме всего прочего, на этой этикетке написано, да, что это, значит, что-то такое. В общем, что-то кашемир, свитер, кашемир. Ну, в общем, что-то написано, то, что должно быть. И тут я обнаруживаю, девочки, я вам не буду близко показывать, что вот эта этикетка, вот эта вот с фар-кодом, она, собственно говоря, вот тупо приклеена клеем вот к этой вот этикетке, которая вшита в этот свитер. То есть, хитрые люди купили кашемировый свитер, дорогой, купили вот этот вот свитер, дешевый, прицепили, опять же, вот так вот ниточкой, узелком к этой вот, вот к этому, к этому, к этой бирке, бирку от кашемирового свитера, не заморачиваясь, что здесь размер small, здесь размер medium. Потом отрезали от кашемирового свитера вот эту вот штуку с бар-кодом, приклеили клеем тупо на ту этикетку, которая вшита, и все. Или отнесли в магазин, сдали, или отправили назад, что, скорее всего, они заказали эту вещь. И потом они отправили назад эту вещь, и там как бы приняли ее назад, ни минуты не сомневаясь в том, что это тот же свитер, тем более, что он визуально немножко похож на тот свитер, который вот кашемировый. Теперь мне надо нести в магазин его сдавать. Мне надо доказать, что это не я сделала. Вернее, как. Я могу принести, просто отдать его и сказать, что я хочу его сдать, и как получится. Но я считаю, что я должна сказать, что я его, мне прислали его вот такой вот с этой приклеенной фейковой этикеткой, вернее, свитер фейковый, этикетка-то правильно от кашемирового свитера. Потому что, во-первых, если человек, который будет принимать у меня в магазине, увидит, что эта этикетка просто приклеена, и увидит разницу вот здесь вот, здесь medium, здесь small, они подумают, что это сделала я, если я ничего не скажу, понимаете? То есть мне надо их предупредить и сказать. Это во-первых. А во-вторых, они ведь выложат его на продажу, и кто-то его купит как кашемировый свитер, который стоил 299, а сейчас он стоит 29 или 19 уже, даже я не знаю, сколько он сейчас стоит. Ну, как бы я не хочу, чтобы кто-то следующий после меня так же накололся, как и я. Короче, вот мне надо нанести в магазин и с ними разбираться. Вот такая вот криминальная история, и каждый раз у меня что-то случается, как вы видите, вечно, где я что-то меряю или что-то я покупаю, у меня постоянно, то есть такое впечатление, что в Канаде живут одни жулики. Девочки, это неправда. Ну, вот или это такое мое везение, или это просто вот действительно развелось очень много не очень честных людей, которые вот так вот химичат со всякой одеждой. Вот такая неприятность. Ну, и чтобы не заканчивать на такой грустной, неприятной ноте, я последнюю вещь вам покажу. Я купила обалденное, совершенно шикарное пальто, которое, на мой взгляд, оно очень достойно внимания и уважения. Сто процентная шерсть. Стоило оно 399 долларов в магазине до распродажи, и я купила его за 50, по-моему, или за 40. Это было не самое последнее. Сейчас они тоже стоят дешевле, наверное, по-моему. Сейчас они стоят 30 даже. В общем, я не помню точно. Ну, короче, купила я его намного-намного дешевле, чем оно стоило вот как бы в начале, до распродажи. Это пальто, конечно, не для каждого. Это пальто довольно необычное. Необычное такой расцветки, такой гобеленовый, но очень оригинальное. Мне безумно оно нравится, потому что я безумно люблю такие вещи. Размер я купила medium-large, что хорошо, потому что оно такое свободное, широкое. Я могу его надевать на многие-многие вещи. Так, давайте я посмотрю точно, значит, у него вверх стопроцентная шерсть, а подкладка, может, это не так важно, но меня просят девочки говорить состав, а подкладка стопроцентная вискоза. То есть очень хороший состав, очень дорогая вещь, красивая, необычная, тоже такая немножко дизайнерская, на мой взгляд. И вот такая вот невероятная красота досталась мне просто за сущие копейки. Все, девочки, видео длинное получилось. Может быть, я его разобью на две части, даже не знаю, посмотрим, как пойдет при монтаже, что получится, как получится. Если нет, то будет одно длинное видео. Все, надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вам понравились мои покупки. Пишите ваше мнение, что вы думаете по поводу того, что я купила, и по поводу того, какая история опять со мной приключилась с кашемировым как будто бы свитером. А на сегодня все. Люблю, целую, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока, всем привет из Канады, бай-бай. Пока-пока.